Дмитрий Скляров 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 Пехтерев прошел сорокопуда, на восьмое место переместился. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, Склеров, Рязанцев, Смолин, Мартюченко, Карпман, Юферев. Никишкин Алексей слабовато в этом заезде, только седьмой. Вот кому не повезло, Пехтерев восьмой. Ну, дальше гонщики, собственно говоря, у нас Никишкин младший и так далее. Итак, лидер Дмитрий Склеров, он второй заезд подряд лидирует у нас. Очень хорошо адаптировался к этой трассе. Молодой 22-летний спортсмен из Нового Уренгоя. Трехкратный боитель молодежного первенства. Плюс, вдобавок, он еще два раза был призером уже по-взрослым. Ну, сейчас, кстати, его догоняет Денис Рязанцев на этом круге больше полсекунды отыграл. Он идет 58,9, а лидер 59,6. Денис Рязанцев действующий чемпион у нас. Вот для телезрителя HD Extreme.ru как раз сейчас Денис Рязанцев под шестым номером. Ну, то, что у него шестой номер по рейтингу, это говорит о том, что он просто не все соревнования, не все глобальные соревнования прошлого года сумел посетить. Ну, а Склеров в прошлом году, собственно говоря, практически везде отгонялся. И при том, что... Опа, вылет, вылет у нас. Денис Рязанцев сильно ослабил все задачи. Он вылетел, но, правда, не заглох, не упал, но за бруствером покатался у нас по трассе. И я думаю, сейчас разрыв вырастет. И он вырос 11 секунд, разрыв. Вот это да. Итак, Смолин третий. Смолин почти догнал сейчас Дениса Рязанцева, но не за счет скорости, а за счет того, что Денис у нас удлинил себе трассу за счет вылета с нее. Итак, Единиска Склеров, шестерка Рязанцев, четверка Смолин, восьмерка Мартюченко. Мартюченко получше, в общем-то, в этом заезде стартанул. Но он и в том году, в первом заезде, аннулированном, тоже с седьмого места перебрался аж на третье. Алексей Никишкин седьмой сейчас. Вот кто, собственно говоря, воролся за победу в первом заезде, но что-то во втором старт не заладился. И самое главное, 34 секунды отставания уже есть. Итак, Единичка Склеров, шестерка Рязанцев, отставание 8,8. Сейчас Рязанцев догоняет. Пошла вторая половина заезда. Рязанцев, шестерка 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 Рязанцев, Кто же у нас остановился на трассе сейчас А это четверка Смолин Вот это да Это удар под дых Итак, Евгений Смолин, быстрый гонщик У него проблемы со снегоходом какие-то Он не может его завести Шел он у нас на третьем месте сейчас И, соответственно, его потеряет Это третье место Так, на третьем месте опять Мартюченко выходит Евгений Мартюченко Да, 24,7 отставание Почти без шансов пробраться вверх Но вот такие вещи Итак, Смолин у нас самый стабильный гонщик чемпионата Европы Который, в общем-то, у нас В каждом заезде практически финишировал Пусть он не очень быстро был Но он зато, в общем-то, у него без сходов Все шесть заездов Двух прошедших этапов Двух прошедших этапов чемпионата Европы 2015 Сейчас остановился на трассе Из-за каких-то технических проблем Ну, технический вид спорта Здесь ничего не, в общем-то, нельзя особенно прогнозировать Далеко вперед Склеров Рязанцев Минута 0-1 Опять догоняет у нас Денис Палыч Своего конкурента Восемь секунд Даже после вылета Рязанцев быстрее Итак, единичка Сперов Шестерка Рязанцев Восьмерка Мартюченко Основная борьба идет Именно за первое место Заканчивается Десятая минута Еще пять минут заезда Имеет место быть Юферев на шестом месте Сорок восемь Никишкин Алексей перебрался на пятое Сорок три отставания Карпан четвертый Тридцать шесть и шесть Никишкин, кстати, быстрее них Никишкин Минута 0-4 Один из самых быстрых гонщиков Сейчас на трассе После крайне неудачного старта Имеется в виду Алексей Никишкин Старший брат Он сейчас пытается выбраться Вверх На этом круге Минута 0-2 Прошли и Сперов И Рязанцев А просвет Восемь секунд Сохранился Итак, впереди Дмитрий Сперов Его преследует Денис Рязанцев Двукратный чемпион России По кроссу на снегоходах 14-го и 11-го годов Спринг-кросс выигрывал он В сезоне 11-го года Призер отечественных снегоходов В классе отечественных снегоходов 2010-го Однократный призер Кубка России Там он был призером Кубка России 4 года Кстати говоря, он еще гонялся Начинал лет 10 назад На Буранах, на Тайгах Вот на этих снегоходах На отечественных Выступая за команду Рыбинская механика И срезанцев 86-го года У нас в этом году В июле 29 стукнет А пока 28 лет Парень, который на Clash of Nations Выступал И причем ехал Такие очень Быстро Он выиграл один из финалов У нас Годовал интервью И как раз Он говорит У меня плохо с английским Что мне сказать Его спросили Причины Вашего успеха Почему вы выиграли И он сказал Full throttle Полный газ То есть причина Это полный газ Вот этот курок Как раз Который надо нажимать Ну конечно взрослые Прыгают Вот эти волны Совсем не так Как дети Как юноши Получается Что конечно Они по две волны Перепрыгивают Вот мы сейчас видим Телезрители Ну а зрители вживую Здесь на Трибунах Великого Устяга Видят вот эту технику Прохождения Вот этих сложных Волновых секций Причем на Финляндии В Швеции Зачастую делают Трассы такие Что просто Вот стопроцентные Подъемы Под 45 градусов Углы Подъемов И соответственно Просто Психологически Тяжело Вот налететь На такую гору Вертикальную А вот сейчас Разианцев отстал Минута 0-2 Круг у Склерол Минута 0-4 У Дениса Рязанцева Просвет уже больше 10 секунд Пехтерев с Саракопудовым Проигрывает круг Уже лидеру Две с половиной минуты Контрольного времени Заезда На третьем месте Евгений Мартюченко Тихой сапой Но что-то нет Скорости Сейчас у тюменского Райдера Он тоже Двукратный Чемпион России По снегоходному Кроссу 2010-го И И 13-го года Да получается Вот 10-й и 13-й год У него В этом сезоне Выиграл Спринг-кросс В Ярославле И в 13-м году В 14-м в Ярославле Не проводился Спринг-кросс Тоже двукратный Поветел спринг-кросса Таких коротких Соревнований Призер молодежки Несколько раз был В 2005-2003-м В 2005-м Был на снегоходных Соревнованиях Snow Battle of Nations В Семигорье В сезоне 2013 То есть Лучший Из российских Гонщиков Там Спирог Похуже Выступил А Мартюченко Как раз Там Собственно говоря Постабильнее Побыстрее Мартюченко Член сборной Команды Страны Но по финансовым Кондициям Он не смог поехать В этом году На этапы В Норвегию Как раз И там были трое Наших Как раз Сошедшие Смолин Евгений Пехтерев Артем И Денис Рязанцев Который сейчас На втором месте Мчится У нас По трассе Итак Смолин вернулся Смолин вернулся Удалось оживить Снегоход Он поехал У нас И сейчас Ну он только Десятый круг Закончил Притом что Склеров Тринадцатый То есть Он три круга Проигрывает Но надо очки Еще и команде Вести Здесь тоже Конечно Важный момент Хоть какие-то Спасти Потому что понятно В личном зачете Трикруга У Малова Как Склеров Называет У Малова Не отыграть Ну а в командном зачете Все равно Эти очки Важны Команде Ямбург И так Надоест Уже Последняя минута Контрольного времени Заканчивается И уже Сбросил Темп Денис Рязанцев Сейчас Склеров Уйдет минут Ноль три А Денис Минут Ноль восемь И шесть И так Подходит К концу Первый Фактически Никишкин Кстати На этом круге На четвертое место Карпмана Обогнав Заскочил Алексей Никишкин После всех Неудач Стартовых Алексей Никишкин Шестнадцатый Стартовый номер Гонщик из Самары Вернее Доскать Он в Чапаевске Они жили в Чапаевске Самарской области Факел Новый Рингой Представляет Серебряный призер Спейнкросса Этого года Выявитель Снегоходного Трофея России Серебряный призер Кубка России Прошлого года Ну и Несколько раз Он выиграл Чемпионат России По Эндуро В разных Классах Эндуро 3 Это здоровые Мотики Эндуро 2 Это до 450 кубиков Вот такого Плана Закончилось Контрольное время И Гонщикам Показывает Табличка Два круга Уже даже меньше Лидерам осталось Рязанцев 22 секунды Мартюченко 39 Проигрывает Никишкин Алексей Минуту Слижает На последнем круге Склеров Склеров так разогнался Что на круг Обогнал всех Кроме троих Рязанцева Мартюченко И Никишкина Уже Карпмана Он на круг Обогнал Яшев Помедленнее В этом Заезде Он пятый идет Каменка Два круга Проигрывает 31 номер И Смолин Ну Смолин Три да Получается Смолин Простоял у нас На последнем круге Шестой номер Денис Рязанцев Атлант Ярославль На последнем круге Евгений Мартюченко Тюмей Восьмой Стартовый номер Итак ждем Никишкина Я так понимаю Будет Вот он У нас Имеет место Быть И вот Это пока Круговой Вот у нас Леров Да Такой он рад Все таки Со второй попытки Он выиграл Этот заезд Со второй попытки Получилось Уже финишировал 19 номер Юферев Атлант Ярославль На шестом месте Оказался На десятом 31 номер Валерий Хоменко Вторым финиширует Денис Рязанцев Шестой номер Атлант Ярославль Артем Пехтерев 27 номер Седьмое место Семерка Сорокопут Восьмое Не по порядку Так дополняет Подиум Восьмой номер Евгений Мартюченко Тюмень Саверий Никишкин Младший брат Алексей Девятым Ждем старшего Финиширует Алексей Никишкин И Яков Карпман Это четвертое и пятое место Так закончился Первый заезд Второй Первый Как правильно считать Первый заезд Был остановлен Класса взрослые Телезрители HD Extreme Увидят табличку Карпман Круг Не проиграл Кстати Яша проиграл Минут 0-1 Лидеру И он пятым Финишировал А вот Юфере В Пехтере Сорокопут Уже проиграли Итак сейчас По идее Должен быть у нас Перерыв Опять Технически Продолжение следует... Продолжение следует...